добрый день коллеги по увлечению данный обзор приготовлен специально по заказу f магазин и я хочу в нем рассказать о таком воблере как hydra jerk 50 sp от компании корейской и тума вот он перед вами в цвете 18 конечно наши коробки должен быть когда мы отправляемся на рыбалку хотя бы один такой крупный воблер чтобы чувствовать себя уверен иногда хищник как вы знаете отказывается от всего на его надоедают наши мину и он хочет чего-то такое поплотней тогда идет вход крэнк и данный крэнк очень для этого подходит давайте посмотрим на него подетальнее очень качественные петли с заводными кольцами померно большие овнеровские крючки замечательные выразительные глаза которые судя по всему могут быть точкой атаки огромная лопатка которая на самой лопатки находится петля и потом уже идет заводное кольцо вот это очень даже плюс когда на лопатке находится он тогда более управляем и как отличительная особенность именно этого воблера вот это вот отверстие сквозное сквозь лопатку наверно на выполняя такую-то функцию но не даром же название hydra джерк потому что вот сквозь него наверно проходит вода при движении и добавляет я думаю так что она добавляет какую-то более выразительность и рыба лучше его на раз слышит не даром же мы делаем но я вот делаю иногда в блеснах отверстия да и это как-то уловистость прибавляет вот также наверное здесь поступили корейцы прекрасно детализированное исполнение здесь рифленое тело матовая в данном случае 18 окраски он поблескивает но незначительно то есть это говорит о том что он и не матовый и не блестящий то есть он будет и поглощать ультрафиолет когда солнечно и наоборот добавлять себе красок когда пасмурно данный джерк версии suspender он отличается от плавающего всего лишь немножко весом если f плавающая модель у нас весит 9 и 1 грамм то вот такой suspender весит 10-25 грамм но при этом заглубление у них одинаковое поэтому летит этот дальше и вообще вот эти воблеры летают прям таки как пуля очень далеко я из-за этого вот именно как основное преимущество данного кренка он летит и не кувыркается даже при сильном ветре очень далеко но вес соответствующий и во вторых здесь интересная очень система балансировки дальнего заброса здесь всего два шара один в корпус и помещается в капсуле практически плотно но он еле-еле там ну капсула чуть больше самого шарика то есть он практически неподвижен а второй который находится выше камера уже на весь воблер и здесь шарик передвигается в хвост при забросе то есть как типичная система дальнего заброса вот они эти два шара две камеры служат и системой дальнего заброса балансировки и как шумовая камера но гремит он конечно очень громко что это почему но иногда это хорошо привлекает рыбу вот такой прям сильнейший шум вы слышали сами очень много окрасок мотай герова одних только столько много там и есть натуральная есть красная голова вот такой цвет 18 южный то есть под любое любые условия можем подобрать данный воблер и его использовать что для чего ему его мы можем использовать я уже сказал что щука иногда крупная садится на него потому что вот он очень очень играет но высоко амплитудно у него игра живая окунь может крупный его съесть может конечно в прилове голавль иногда ясь иногда реже жерех любая принципе хищная рыба но основной все таки щука и окунь ну судак тоже может высоко амплитудная высокочастотная игра отличает этот воблер он очень упорист его сдвинуть с места надо хорошее удилище вот при таком но он подойдет минимум мл сдвинуть воблер потому что проводить его можно конечно равномерно это можно но в меньшей степени твич какой-то а вот стоп-н-го это для него длинные потяжки и пауза на паузах он немножко всплывает или же в зависимости от поводка немножко тонет но все равно покачивая боками привлекает рыбу вот в этом особенность этого суспендера что он при таких значит габаритах чисто кренковое тело да он зависает толще воды и и виляет к хвостиком висит попробуем эксперимент провести вот он но это не значит что он плавает просто он уперся в дно то есть мы увидели что он висит так головой вниз так и покачивает хвостиком на месте это просто просто неотразимо действует на щуку крупного окуня или судака поэтому данный воблер имеет популярность как говорится корейцы сделали неплохой крэнк и он если у вас есть вы будете с рыбой но правда рыба должна быть крупная по мелкой рыбы использовать его не имеет никакого смысла на этом обзор закончен спасибо всем кто досмотрел желаю всем них восстанет шеи до свидания